Всем привет, с вами Наташа и компания Аромашка, и сегодня мы обсуждаем анихолизис. Что это за заболевание и как может помочь ароматерапия? Анихолизис это отделение ногтя от ногтевого ложа, иногда приводящее к его потере. Многие случаи анихолизиса вызваны или усугубляются наличием грибковой инфекции. Что должно вас насторожить? Явное отхождение ногтя от ногтевого ложа, в результате которого могут образоваться пустоты, локальное затемнение или изменение цвета ногтя, появление неприятного запаха, исходящего от зараженного ногтя, ломкий или чрезмерно утолщенный ноготь. Для начала лучше всего записаться ко врачу, чтобы определить точно ли это анихолизис, какова его причина и есть ли грибок. На ранних этапах выявления грибка могут быть очень эффективны местные методы лечения, в том числе нанесение масла чайного дерева на пораженный ноготь. Масло чайного дерева эффективно при многих заболеваниях, в том числе оно очень активно против широкой группы грибков. Если вы будете использовать масло регулярно, со временем вы увидите результат. Просто нужно быть готовым к тому, что это не происходит одномоментно, а потребуется несколько месяцев на лечение. Поговорим о способах применения. Самый простой рецепт. Добавьте масло чайного дерева в базовое, например, кокосовое, черного тмина или жужуба. Достаточно 10-15 капель на 5 миллилитров. Вы можете нанести смесь ватным диском на ноготь и дать ей впитаться, либо приложить смоченный ватный тампон к пораженному участку на несколько минут. Также помогут ванночки для ног или рук несколько раз в неделю. Растворите 15 капель масла чайного дерева в чайной ложке органического солюбилизатора, добавьте в таз теплой водой и опустите ноги на 20 минут. Затем насухо вытрите стопы. Усилить эффект поможет добавление нескольких капель эфирного масла монарды. Следите за аккуратностью и регулярностью гигиенической обработки ногтей. Не выстригайте уголки на ногах, используйте стерильные инструменты. Кроме того, держите пораженные ногти всегда чистыми и сухими. Тщательно мойте руки после обработки ногтей, чтобы избежать распространения инфекции. Вы должны быть последовательны в лечении, чтобы увидеть результаты. Обычно для полного излечения и отрастания здорового ногтя необходимо около двух месяцев. Время восстановления зависит от того, насколько серьезна инфекция, на какой стадии находится заболевание и как ваш организм реагирует на лечение. Грибковая инфекция считается вылеченной, когда отрос и приобрел свою прочность новый ноготь, полностью свободный от инфекции и отслоения. Вы можете продолжить лечение маслом чайного дерева после укрепления ногтей для профилактики повторного заражения. Для этого также можно оставлять смоченное эфирным маслом чайного дерева ватный диск в обуви на ночь. Масло чайного дерева, как правило, хорошо переносится, но не используйте его внутрь без назначения врача или ароматерапевта. Для накожного нанесения эфирного масла чайного дерева его необходимо растворять в базе. Можно взять растительное масло, миндальное или жужуба. Не используйте эфирное масло накожно в чистом виде. Немедленно прекратите лечение, если вы замечаете какие-либо побочные эффекты. Эфирные масла не рекомендуется во время первого триместра или кормления грудью. Для достижения наилучших результатов и чтобы не навредить здоровью, можно использовать качественное масло чайного дерева. Вот несколько пунктов, на которые нужно обратить свое внимание. Масло должно быть полностью натуральным и аутентичным, полученным при первой дистилляции и без каких-либо вмешательств в состав. Ищите масло с высокой концентрацией терпенена. Это одно из основных антисептических и противогрибковых компонентов масла. Всегда покупайте у бренда, которому вы полностью доверяете и не соблазняйтесь на низкие цены в аптеках. Желаем всем крепких и здоровых ноготков. Больше информации о том, как ухаживать за маникюром с помощью эфирных масел, вы найдете на нашем сайте.